Здравствуйте! Сегодняшний урок будет посвящен анализу на слух интервалов от примы до квинты. Немножко напомню, как они звучат, и мы с вами будем записывать их уже правильно. Не с помощью крестиков, палочек, кружочков и так далее, а с помощью человеческих названий, букв Б, М, Ч и цифр по количеству ступеней интервалов. Итак, все вспоминаем с самого начала. Чистая прима записывается Ч1, звучит как один звук. Любую одну ноту слышите и записываете Ч1. Мы показывали один пачек, но сейчас мы этого уже писать не будем, писали палочку, будем садить Ч1. Дальше, следующий интервал секунда. Секунда это диссонанс, неприятный на слух интервал, узкий диссонанс. Две ноты рядом. Большая секунда. Подмитер, подмитер, малое место. Пишем B2 и B. Малая секунда, еще более резкий интервал. Мы пишем M2. Подмитер, подмитер, совсем мало место. Малая секунда, простите. Большая секунда, не такой резкий. Большая секунда, целый тон в этом интервале. Малая секунда, полутон. Малая секунда, чистая прима. Отлично. Следующий интервал. Терция. Терция бывает двух видов. Большая, веселая, мажорная. Первая терция это консонанс, приятный на слух интервал. Узкий консонанс. Большая терция, мажорная, веселая. Пела песенку. Всем привет, всем привет, мне рассказала очень много интерфей. Большая терция, большая терция, и малая терция, грустная, минорная, лимическая. Ела песню. Ой нет, ой нет, я раздохнула очень много интерфей. Малая терция. Большая терция. Большая терция. Малая терция. Пишем М3. Малая терция. Б3. Большая терция. Терция. Три ступени. Трехэтажный замок был в сказке. Простойные интервали. Да. Простойные интервали. Дальше. Следующий интервал. Кварта 4. Кварта 4. Две. Значит, не было 4 ступени. И как она звучит? Послушайте. Как призыв. Скорей, скорей. Сюда, сюда. Скорей, скорей. Или как сирена. Все, уехала. Скорей, скорей. Ручкой вперед. Но сейчас мы этого не будем делать. Хотя, если вам движения помогают, вы можете, конечно, их тоже использовать. Но записывать будем Ч4. Чистая кварта. Следующий интервал. Чистая квинта. Ч5. Пустая. Кто-то говорит, что она похожа на бочку. Кому-то она напоминает ведузу. А мне она напоминает большой крустальный замок, который стоит на берегу моря. Даже такая песенка у меня есть. Большой грустальный замок. Стоит на берегу моря. Квинта мы показывали, смотрели на. И ручки поднимали, как будто медитируют. Не знаю, вот что-то мне квинта такое напоминает, да? Ч5. Сейчас поиграю кварту и квинту. Вы угадаете, что играю. Ч4. Скорей, 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 скорей. Чистая кварта. А сейчас. А сейчас. Ч5. Чистая квинта. Хрустальный замок. Хорошо. Между квартой и квинтой у нас был еще Тритон. Тритон. Пещерный дно. Тритон, тритон, пещерный дно. Все благодарю подписчицу, которая мне эту песенку посоветовала. У меня был просто Тритон, тритон, пещерный дно сидит. А она мне написала Тритон, тритон, пещерный дно. К сожалению, не помню кто, но спасибо еще раз ей. Вот. И мои ребята так с удовольствием поют. И даже когда мне называют иногда, ну мы проверяем цепочки, пишем 10 интервалов. А потом ребята мне читают. И они мне читают там Терция большая, Тритон, пещерный дно. Так интересно слушать. Вот. Так, ну что, давайте теперь... Ага, все. Мы все послушали с вами. А теперь давайте немножко потренируемся. И потом будем писать. 10 интервалов. Как мы с ребятами делаем. Итак, что я играю? Чистая кварта Че-4. Скорей, скорей. Консонанс. Терция большая, веселая. Всем привет, всем привет. Я раздавал щит, но картер. Сейчас слушаем. Терция большая, веселая, веселая, чистая, квинта Че-5. Тритон, тритон, пещерный дно. Те в буковку пишем. Тритон мы будем писать букву Т, хотя мы знаем, что это может быть увеличенная кварта или уменьшенная квинта. Если вы еще не знаете, откуда взялся тритон мою легенду, можете посмотреть видео о легенда о любви, квинта и квинта. Думаю, что оставлю вам в описании ссылочку. Но если не оставлю, то найдите у меня все в плейлисте, интервалы на слуху. Все об интервалах. Так, теперь что я вам играю? А это у нас диссонанс, узкий диссонанс. Очень резко звучит на малая секунда. Пишем М2. Тоже диссонанс, это уже большая секунда, пишем Б2. Так, ну все, мы немножко с вами тренировались. Теперь я играю вам 10 созвучий по два раза каждой. Вы записываете в комментариях правильный ответ. Все обозначения тоже оставлю в описании к видео. Как записываем там Ч1, Б2, М2 и так далее, если вы забудете. И потом я проверю и напишу правильный ответ. Итак, номер 1. Номер 1 для проверки. Номер 2. Номер 2 для проверки. Номер 3. Номер 3 для проверки. Номер 4. Номер 4 для проверки. Номер 5. Номер 5 для проверки. Номер 6. Номер 6 для проверки. Номер 7. Номер 7 для проверки. Номер 8. Номер 8 для проверки. Номер 9. Номер 9 для проверки. Номер 10. Номер 10 для проверки. Ну что ж, пишите, пожалуйста, ваши правильные ответы в комментариях. Желаю вам удачи в развитии гармонического слуха и в изучении предмета сольфеджио. Номер 9 для проверки. 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 Номер 9 для проверки.